Здравствуйте, уважаемые друзья, гости нашего канала. Вас приветствует канал Пудзеново Развитие. Сегодня мы с Мариной работаем для вас. Тема видео называется «Секрет Эдварда Лицкалнина». Видео пойдет у Кораллового замка, который он построил. Это является одной из тайн, загадок архитектуры 20 века. В 1920 году латышский эмигрант Эдвард Лицкалнин весом 50 килограмм, он каменотез в городе Флорида-Сити, приступил к строительству своей фантастической задумки из многотонных валунов до 30 тонн. Он решил построить каменные врата. Название Коралловый замок закрепилось за этим сооружением позже. Вначале он выкупил 4 акра земли, блоки для строительства вырубал рядом же на побережье, поднимал их на грузовик без всякой техники, наставлял и устанавливал тоже в одиночку. Как ему удавалось, до сих пор открытый вопрос. До сих пор идет спор о том, как он в одиночку мог поднимать такие огромные камни. Мужчина все время работал один. Многие говорили, что камни парили в воздухе, а некоторые ссылались на деревянную конструкцию, которая не могла выдержать такой вес. Мужчина говорил, что он разгадал секрет пирамид. Но он так и не рассказал его. Когда сломалась 10-тонная карусельная дверь, никто не смог ее починить. Пришлось вызывать каких-то специалистов. Сейчас мы об этом позже поговорим. На самом деле он разгадал тайный пирамид? Откуда эти знания у него? Или это очередной какой-то обман всех? Как Стоунхенштам, Японская Атлантида и так далее? Знаете, здесь можно сказать, что да, секрет был разгадан, как строились пирамиды. То есть, значит, он какими-то обладал знаниями. Можно сказать так. Эти знания к нему из книг пришли? Он какой-то нашел какие-то книги, где были эти знания? Либо ему какой-то, не знаю, человек со сверхспособностями рассказал. Или он во сне это увидел? Не через книги. Видите, здесь выпал король Пентаклей, а здесь дьявол. То есть, значит, он как бы по тому времени, можно сказать, заключил как сделку с кем-то, откуда у него пришли эти знания. То есть, эти знания пришли не через знания. Они пришли все-таки как бы другим путем. Но он был светлым, темным, душевым? Здесь, получается, ближе к темному. Или он переходил на темную сторону? Ну, он контактировал более с темными людьми, которым ему дали эти знания. То есть, он на физическом уровне с кем-то с темными контактировал? Или на том, по плане? Скажем так, что контактировал... Ну, он был в контакте с ними. Ну, скорее всего, энергетические... То есть, он прямо такой развитый был, что мог контактировать, да? Да. Откуда у него такая идея пришла, что нужно обязательно какой-то замок такой построить? Или просто он как бы получил эти знания, ему захотелось, ну, просто сооружить себе дом с этих блоков, да? Ну, это его мечта была. Видите, это мечта, доказать хотел всем. Ну, почему-то я не вижу, что испытывал радости от этого. Ни одной карты нету испытывания радости. То есть, значит, он... Давайте скажем, что разум его не пребывал в успокоении. Значит, его разум был где-то в иллюзиях. Кому-то что-то показать, доказать, добить вот замки, постройка, благость, это всё. Но, так как я вижу по существу, он не добился того, чего хотел. Разум его всё-таки не приобрёл то успокоение, которое изначально он хотел. Ну, допустим, в то время, да, там, он когда это всё строил, то есть это видно было, что это практически невозможно было самого это сделать. Почему спецслужбы не заинтересовались там, да, не вытащили эту информацию из него? Почему он никому не рассказал? Или всё-таки он кому-то рассказал спецслужбы? Ну, видите, скажем так, что документально документов никаких нет, они, значит, пребывали у него, значит, в голове, скажем так, да, ну, что делать себе, делать человек. Ну, интереса не предоставлял он для них, он для них был скрыт, он считал, что это как должно, поэтому интереса не вызывал никого. Ну, вот в его доме, в его доме ещё много всяких таких станков находили, ну, как, скажем так, как вот Архимед делал, да, и, может быть, он отвлекал таким манёвром, создавал такие, как бы, скажем, противовесы различные, да, по типу, как Архимед, да, показывал, да, сила там в приложении сюда, там, даёт там больше силы туда, там, через рычаги различные, и так далее. И, может быть, когда люди к нему приходили, видели эти станки, ну, да, он этими станками поднимает, ну, то есть он как бы такими станками отводил от себя подозрения, что он, скажем так, облегчает камни, там, для невесомости, просто передвигает их, просто способом, там, вибрации какой-то. Ну, всё равно, как бы, он не сам физически их передвигал, он всё равно их передвигал, как бы, через какое-то оборудование, да, 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 мы сейчас до этого дойдём. Я не могу сказать, что он передвигал это физически. Нет, физически он не передвигал, имею в виду, что вот он для отвода глаз просто держал эти механизмы. И там оборудование, да, он это делал. Он очень много был такой, знаете, как по закону справедливый даже был, он поддерживался закон, он не нарушал этот закон, он, наоборот, хотел внести какие-то вот, чтобы потом его изучали, но тем не менее, он бумаг никаких не оставлял, наоборот, всё подчищал, чтобы вот. Ну, человек был развитый, конечно, но он, знаете, всё равно ближе к Синситлу стороне. А какой опыт, может быть, у него был? Удавила информация. Вот ещё такая ремарка, что он этого сооружения решил посвятить своей возлюбленной Агнес, который так и не смог быть вместе по строительству. Принесло ему того удовлетворения, которого он хотел изначально при постройке. Видите, нет. И опять же, могу подтвердить, ну, возможно, да, что он и хотел её подтвердить, но вот по факту не увенчалась тем же успокоением приобретя эта постройка. На строительство ушло несколько лет, причём в 1936 году Эдварду пришлось перевести свой замок, то есть построенный уже замок в другое место, так как на его территории решили возвести многоэтажный дом. На переезд понадобилось ещё три года. И строительство продолжалось в 1951 году, ну, то есть до смерти его. То есть как Лид Скалнин поднимал блоки и их устанавливал, свидетелей не было. Нет достаточно внятных фотографий, а тем более видео. Блоки строения состоят из Оулита, это разновидности пористого известняка, скреплённых микроскопических конкретств. Несмотря на пористую структуру, вес самого большого блока в строении Элит Скалнина составляет 30 тонн. На территории строения находятся различные каменные скульптуры, в том числе и каменные карты Флориды, планеты Марс и Сатурн. Они весят по 18 тонн. 23 тонн в месяц, солнечные часы, по которым можно определить время, огромный стол в виде сердца, кресла-качалки, фонтаны, многое другое. То есть общий вес всех построек оценится в 1100 тонн. То есть он не просто там какие-то знания получал, а он ещё какие-то пытался из космоса знания получить, отразить в своих строениях получается? Да, он получал знания, он был очень умным, у него было очень развито всё, и интуиция, и интеллект у него, да, он получал знания, да. Ну, скажу, всё равно недостаточные. Ну, да. Вход в замок происходит через ворота, вращающий 9-тонный блок, который можно повернуть одним пальцем, благодаря встроенному Эдварду подшипнику. Вот, в некоторых плитах видны следы клинья, в которые Эдвард забил в монолит и откалывал блоки. К этому хрупкому материалу вопросов нет, вопрос подъёма огромных масс. По одной из версий Элис Калнин использовал электромагнитный резонанс, так ли это? Скажем так, что магнитный резонанс, да, присутствует здесь. Вот, на территории его замка обнаружил странный прибор, его помощью этот мог получать электромагнитное поле и каким-то образом уменьшать вес огромных блоков. то есть, сам прибор, он уже не работающий, естественно, то есть, от него только часть осталась, наверное, оболочка, а то, что самое интересное, внутреннее там всё вытащено. То есть, какой-то прибор, который нашли, этот есть прибор, с помощью которого он поднимал, да? Ну, пока территорий, можно сказать, да, такой прибор присутствует, да, но он сейчас не рабочий, скорее всего. Сам он говорил по свою тайну, я открыл секрет строителей пирамид, я узнал, как египтяне древние строители в Перу и в Азии при помощи примитивных инструментов поднимали, устанавливали каменные блоки весом в многие тонны. То есть, он тоже, да, самый метод узнал, да, с того, плана. Или он как-то чем-то всё-таки отличался? Здесь, наверное, понимаете, постройка всего и перечислили там пирамиды, замок его, они маленько всё равно строились по-разному. Не по-эти, как строились пирамиды, пирамиды, я могу сказать, они строились по другой схеме. Нет, имеется в виду, что да, там, наверное, применялись какие-то космические знания, золотой сечения. Здесь-то он построил, имеется в виду, что просто поднимал по тем же технологиям. Ну, были, ну, здесь присутствует, но маленько всё равно здесь другое. да, интересно. Он использовал, скажем, ну, сам магнит, может быть, он использовал какие-то трубы ещё, то есть звуки, вибрации, чтобы их как-то передвигать помимо магнита. Использование приборов вижу, но не вижу, что он использует звуки. Нет, металл использовался. Не вижу звуков. Да, вот здесь есть описание, вот магнит это субстанция, которая постоянно циркулирует в металлах, но и каждая частичка в этой субстанции сама является крошечным магнитом. Они настолько малы, что для них не существует преград. Пройти через металл даже легче, чем через воздух. Магниты находятся в постоянном движении. Если это движение направит на нужное русло, можно получить источник огромной энергии. Это похоже на описание эфира. Что такое магнитное поле, наука не знает точно до сих пор. Написано, что это особая форма материи. То есть он с помощью вот этого магнита все это делал. Получается, больше он ничего не использовал, какой-то прибор был, который именно с помощью каких-то магнитных сил облегчал просто вес и все и он просто там уже руками опять же идет прибор, он в руки берет, да, знание прибор берет все-таки и вот путем этим он идет. Все, что кажется для нас нереальным, на самом деле оно реальное. Нужно обладать тем количеством знаний, которым можно это делать. Если ты знаешь эти знания, то ты вешаешь, строишь. То есть он просто брал в руки и перемещал их, когда они вес теряли с помощью этого прибора. То есть он ничего дополнительно больше не задействовал, ни силы, мысли, ничего. Ну здесь все-таки больше материального. Это все-таки в нашей находится земле, значит обладает земной, это не космическая сила, это не такие сверхзнания, которые в плане как двигать предметы терапевтическим образом. Нет, это просто перемещение предметов. То есть все дело в специальном приборе, да, и все больше ни в чем. но это насколько сложный прибор был, который он сам создавал, или он где-то достал его? ему дали эти знания, чтобы он его сделал. приборы там были заключил контракт, получил знания, но опять же Пентакли, он что-то, если мы вернемся вот к этой же карте, которая вот тут, и опять же видите, на знания выпали деньги, видите, здесь все Пентакли выпали, и здесь, видите, король Пентакли, и он что-то продал взамен получил знания. Знаете, как душу продают за счет чего-то но он этот прибор, который создал, его больше такого аналога на земле на сегодняшний день не существует. Скорее всего существует, но не в нашем мире. Видите, уход, вот я вытащила сначала умеренность карты, видите, здесь коронка присутствует, да, такой прибор присутствует, но не здесь, не сейчас. Вот, еще есть такие данные, они, видите, как из духовного мира, где-то вот, знаете, как вот эти знания все-таки они пришли не с земли, опять же, вот видите, эти знания туда ушли, откуда и пришли. Есть, но не здесь. Ну, вот еще есть знания, что он опубликовал брошюру под названием магнитный ток. Там он объясняет, что внутри каждого объекта есть магнитные частицы. И нужно просто понять, где они расположены в таких объектах. Таким образом, предметы можно поднимать и перемещать без особых усилий. точно так же, как перемещать что-то тяжелое под водой. То есть, зачем частично это опубликовал, как бы, вроде, часть знаний дал, а основные не дал, как бы. Почему не все дал? потому что еще, значит, по карте отшельника можно сказать, что здесь опять же мы возвращаемся к духовным знаниям. Чтобы получить все эти знания, ты должен отказаться от материального. Значит, ты должен сам измениться, изменить свои души, изменить свои направления. Зачем тебе эти знания? Потому что эти знания также готовы для разрушения. Если ты опять же будешь пользоваться этими знаниями, ты можешь навредить материальному миру. Поэтому эти знания здесь нет. Маленькая ремарочка в конце. В 86-м году была вызвана группа инженеров, вначале начал уже говорить, из Флористского университета для ремонта ворот парка. 9-тонны двери, которые так родился Эд. Они прибыли с современным оборудованием, включая 20-тонный кран. Когда инженеры демонтировали дверь, они заметили, что Эд использовал странный круглый камень, в нижней части вращающиеся двери. Инженеры не смогли понять, как камень размером с тарелку фризби мог выдержать вес 9-тонн. они отправили камень на свой геологический факультет, но геологи просто вернули камень, сказав, что не нашли ему соответствия в своих базах данных. Они просто не смогли определить его происхождение. То есть, оказывается, еще какой-то камень у него был волшебный. Что это был за камень? Тоже кто-то его дал, или он просто тоже посредством каких-то своих знаний нашел как-то, не знаю, на планете. Ну, скорее всего, видите, этот камень ему пришел из другого мира, да, видите, духовного мира пришел. Но, видите, также этот парень, камень, который здесь находился, он опять же, видите, ну, нес какую-то свою функцию, да, но тем не менее, что я должна вам сказать, что он земного происхождения или нет? Нет, он не земного происхождения. Нет, но это же физический камень получается, правильно? Это физический, но он не земного происхождения. Ну, а где он? А вообще, если, в общем, взять с точки зрения сегодняшнего развития, человечество сегодня не имеет права иметь такие знания? Не доросло еще до них? Нет, человечество стало более в худшем состоянии, человек стал более воинственный, опять же, человек не смягчился, видите, по семерке жезлов идет, что люди хотят борьбы, люди хотят драк, видите, готовые, люди должны меняться, люди должны поменяться, были в лучшую сторону, люди поменялись в лучшую сторону, мы не соответствуем тому пути, к которому мы должны были выйти. хорошо, благодарим Марину, благодарим карты, высшие силы, кто стоит за картами, дает эту информацию, не все, конечно, можно узнать, чтобы вы понимали, поэтому приходится разные вопросы задавать, благодарим всех за внимание, пишите обязательно свои комментарии, подписывайтесь на наш канал, поддерживайте канал, и, естественно, если есть интересные темы для видео, обязательно их затронем, и всегда ждем вас на нашей консультации. Успехов всем, развития, и увидимся в новых видео. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok